Как нарисовать портрет в положении фаз? Привет, я Дарья Позняк и сегодня мы разберем, как нарисовать фазовое положение человека. Разберемся с пропорциями. Итак, начнем. Наметим легкой линией силуэт лица и будем разбираться. Да. Сначала я легкой линией просто намечаю. Как видите, не только рисую силуэт лица, но и захожу в нюбер, складываю какие-то обозначения. Так, линия бровей, линия глаз, линия иконочка носа, линия губ. Сейчас я немножко намечу и поговорим о пропорциях. Да, в принципе, достаточно. Итак, смотрите. Что главное в портрете в фазовом положении, да и вообще в любом? Самая главная пропорция. Расстояние от кончика роста волос, от начала роста волос до бровей, от бровей до кончика носа и от кончика носа до подбородка. Эти все три расстояния, они, ну, как правило, одинаковые. Конечно, у нас у всех есть собственные личные особенности, но в принципе они довольно близки к этой пропорции. То есть, если вы видите явно выраженную у человека, например, маленькая вот эта часть или очень большой О, да, такое может быть, но, как правило, все-таки большинство людей приблизительно, вот, почти в эту пропорцию попадает. Поэтому обращайте на это внимание. Итак, вот у нас есть три части. Итак, вот у нас есть три части. Первая, вторая, третья. У меня они, кстати, похожи получились. Теперь я могу продолжить более подробно прорисовывать. Также для удачного рисования нам понадобится вертикальная центральная ось, относительно которой мы будем проверять нашу симметрию. И теперь у меня есть уже легкий набросок. Вот эти части я проверила, они почти похожи. У меня немножко маловато лоб, но возможно, что вот эта точка, она сместится немножко ниже. Сейчас посмотрим. Сейчас я намечу какие-то моменты поярче, и относительно них мы уже проверим, как у меня тут все нарисовалось. Так, вот здесь вставка носа. Это верхняя площадка носа. Сейчас я нарисую боковые площадки. Мы его, как бы, стилизуем до состояния такой... Сейчас я боковые стороны закрою вам тоном, чтобы было лучше видно. Вот. То есть верхняя площадка у него, грубо говоря, она сейчас плоскостью. Эти две площадки наклонены. Эта нижняя площадка тоже наклонена. Так, дальше что? Губы повыше будут немножко. И в лице старайтесь всегда рисовать симметриями. То есть если я с одной стороны начинаю что-то рисовать, половинку губы, или ставлю кончик в точку, то с другой стороны я намечаю такую же. Это всегда хороший навык, лишним он не будет. Симметричность. Так, можно сразу закрыть верхнюю площадку губ тоном, потому что свет все равно падает как-то сверху. То есть он все равно эту площадку закроет. Нижнюю можем пока оставить светом. Дальше. Глаза. Смотрите. Слизнячок. Слизнячок никак не может попадать вот сюда на боковую площадку носа. Он должен быть на каком-то расстоянии. Даже пусть малюсеньком, но на каком-то расстоянии. То есть он не может попадать на вот эту линию, как бы не были близко посажены глаза. Так, поставили слезнячок, видите, зеркалим. И тут, и тут. В чем я и говорила. Теперь ведем верхнее веко. Вот эту вот линию, верхнюю границу верхнего века, я не советую вот так вот протягивать по всему глазу. Такой длинной, скучной, обратной линии. Потому что это будет уплощать ваших сумок. Лучше сделать вот такие вот короткие отметочки. Так, цвет у меня... Цвет непонятный, откуда мы положим слева. Значит, я обязательно оставлю брючок. Зрачки мы потом добавим более темным тоном поверхности и маркером. Слезнячок сюда подходит. Немножко зрачок расплылся, радужка точнее. Но мы сейчас поправим потом вот этот уровень цвета. Так, что еще важнее у нас? Потом, что мы можем сразу тоном закрыть? Свет всегда будет сверху. Поэтому вот эта площадка под бровями, ее тоже можно сразу закрыть тоном. Она всегда будет затемнена. Если, конечно, специально не выставлен свет откуда-то сниму. Так, теперь к силуэту лица вернемся. Да, и чуть-чуть я добавлю вот здесь капельку прям лба, чтобы у меня вот эти части были все-таки похожи. Уши. Ухо должно начинаться от брови до кончика носа. У меня сейчас положение модели так размещено, что или ухо очень маленькое, что оно начинается где-то вот тут и заканчивается до кончика носа. Я вам нарисую его чуть побольше. Я приближу к стандарту, потому что мы стандартные пропорции сейчас изучаем. Значит, ухо по конечку носа и по бровям. Так, и здесь, конечно, должна быть какая-то масса волос. Надо наметить тоном, чтобы он был виден. Так, вот хорошо, шея. Берем ямку. Скулы. Скулы, от них всегда идет вот такая вот форма. То есть вот это вот все, это как бы боковая часть лица. Вот это тоже боковая. А вот это, это как бы, вот эта плоскость вообще, ну, практически в той же плоскости, что и нос лежит. У лба тоже есть боковые площадки. Сейчас я их нарисую. Вот так. Это боковые площадки. Нам это важно в портрете понимать, когда мы будем класть тон или будем класть штрих. Что является у нас вот такой площадкой, выходящей на нас, что вертикальной площадкой, а что боковыми. Это важно. Так, что можем здесь поправить теперь другим тоном более темным. Давайте глаза сразу, пока я не забыла поправить. Значит, слезнячок. Верхнее веко, по которому растут ресницы, можно проводить довольно активно, особенно у женщин. Даже вот тут какие-то ресницы вытернуть, если хочется. Но не забывайте, что это как бы толщинка верхнего века. Она имеет какую-то толщину. Так, зрачок у меня куда-то уехал. Мы его сейчас передаем. Значит, зрачок и радужка. Нижнее веко, оно тоже имеет толщинку. В данном случае она здесь освещена. Потом идет высота нижнего века. Но опять же, мы ее не обводим вот так всей линии, потому что будет как бы мешок под глазом. Это делать нельзя. То есть, можно наметить вот здесь краешку, немножко поштриховать, но вот сюда мы ее не тянем. Так же, как и верхнюю линию века, мы тоже не тянем полностью. Вы ее можете наметить в каком-то месте. Остальное лучше сделать намеком. Так, проверяю. Вот здесь слезнячок. Толщинку верхнего века, так как она в тени, я закрываю. Путоном могу дать пару ресничек. Тоже зрачок немножко наверху вверху. И нижнее веко. Оно тоже имеет толщинку, она освещена. Имеет высоту. Вот здесь нижнее веко, можно немножко поштриховать, но не тянем сюда. и обязательно верхнее веко. Так, брови сразу утяну, потому что они в тенях потерялись. Проверю вот здесь расстояние. Вот брови от глаза, расстояние на лицо. Мне должно быть вот так. У меня что-то очень сильно сузилось. Вот так. То есть мы сейчас уши расширим. Здесь уже начинают идти волосы на висках. И вот сюда вот. Вот так. Только человек с 7 метрой. С 7 метрой сейчас поправим. Да, вот так примерно. А теперь вот здесь скула. Вот так и идет лицо. К челюсти уже. И подбородок. Да, похоже. Теперь стало видно, что шея узковата. Мы сделаем пошире. Шея растет вот отсюда. Вот, вот. Основание уха. Вот отсюда. То есть у нас все правильно. Так, и теперь уши тоже сделаем. Пошире подвинем. Если мы лицо расширили, то уши надо рисовать. Так, уши посадили. Хорошо. Теперь давайте поговорим о строении носа. Вот здесь я специально не стала тонну его закрывать, чтобы было лучше видно. Значит, вы помните, да, что у нас вот такая горизонтальная площадка носа, боковые под наклоном, и вот эта тоже она как бы от нас отворачивается, площадка. А теперь мы добавим каких-то деталей. В этой площадке у нас есть нолдри. У них есть нижняя часть. То есть вот эта вот как бы часть, она от нас отвернута, она внизу находится. Вот эта уже выходит по боковым. И вот эта вот площадочка. В данном случае она имеет вот такую форму, но вообще она бывает разная, конечно же, вы знаете. Вот. А теперь я эту нижнюю площадку носа могу все положить, посадить в тень, потому что свет у нас все равно немножко сверху. Так, и губы. Что важно в губах? В губах, так же, как и в глазах, важно не обрисовывать полностью их силуэт и не закрашивать их темно. То есть у нас важны, во-первых, это уголки, их важно пометить. Важна центральная линия губ. Желает нам более-менее симметрично ее вывести. Вот. А дальше я вам не советую обладать губы одинаковыми. То есть вы можете либо, например, наметить только вверх губ, а низ не трогать, либо как-то еще с этим поиграться, но в любом случае, чтобы не получилось, что у вас будет на равном месте обветленный силуэт губ и ничего больше. Поэтому я советую такой прием, так как под губами все равно идет такая теневая площадка, я советую нижнюю губу подчеркивать именно этой теневой площадкой. Вот такую. В принципе, ее можно было бы сделать зеленым цветом, но она не великовато. Мы поставим на нее такой акцент тональный. И можно еще разочек пройтись. Так, шея. Шея тоже. У шеи есть передняя часть, передняя площадка и две боковые. И шея в основании это эллипс. Вот такой. И в основании этого эллипса лежит ерёвная ямка. Так, у шеи сейчас я тоже закрою боковые стороны. Вообще, в портрете, да и вообще всегда хорошо разбирать человека по конструкции именно так, что, какие площадки являются фасовыми полосками к нам, а какие от нас уходят. Такой важный момент. Так, на этом все. Как рисовать портрет фасовое положение мы разобрали. В следующем видео мы разберем положение профиля. С вами была Дарья Позняк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok